Сегодня исполнился 81 год со дня окончания Сталинградской битвы. Она длилась ровно 200 дней и ночей с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943. В этой битве советские войска одержали первую крупнейшую победу в Великой Отечественной войне. В память об этих событиях цветы горельев у Родины Матери возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, члены ветеранских организаций, юнормейцы и жители. В Самаре рассказали о подготовке к началу строительства студенческого кампуса. Он будет расположен в Самаре на территории, прилегающей к главному футбольному стадиону. Кампус планирует начать строить в следующем году. В России до 2030 года должны создать сеть из 25 современных кампусов в рамках национального проекта «Наука и университеты». В Центре амбулаторной онкологической помощи прошла акция для женщин. Бесплатное прохождение маммографии. Ежегодно в Самаре выявляют 2000 случаев рака молочной железы. Профилактическое обследование – основной способ выявления новообразований на ранней стадии. Оно значительно влияет на успех лечения. Акция пройдет и в других центрах по всей области. В руководстве женских крыльев советов произошли изменения. Председателем попечительского совета назначили члена совета директоров крыльев, председателя Самарской областной федерации футбола Максима Симонова. Пост генерального директора занял Алексей Кондолинцев, футболист и бывший генеральный директор СКА «Хабаровск». А новым главным тренером команды стал Василий Маруняк, который ранее возглавлял женскую команду «Чертаново». В Самарской области впервые прошел турнир по спортивному метанию ножа «Защитник Отечества». Соревновались 20 спортсменов и ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир был организован при поддержке Самарского филиала фонда «Защитники Отечества». Соревнования посвятили памяти героя России Артема Пономаренко, погибшего в зоне СВО в октябре 2023 года. Министерство цифрового развития планирует в этом году начать внедрение на портале госуслуги нейросети для консультации граждан. Об этом сообщил министр Максут Шадаев. Робот Макс на госуслугах получит генеративный искусственный интеллект. Будет использоваться российская языковая модель. Пятирублевые купюры, печать которых Центробанк возобновил в 2023 году, по итогам года заняли сразу 3% от всех банкнот в обороте. Следует из данных регулятора. Такого не было как минимум 17 лет.